у нас мороз ребят я выгляделась свой плащ красный сейчас попозже покажусь потому что мы спешим едем отдавать джона на обследование очень рано сколько-то 8 часов утра и такой холод но мне хорошо в моем пальто ребят и дэвиду новую курточку в этом купила вкуска и шапки еще ребят теплый классный но я в нем как этот как это называется как не валяшка он же длинный еще такой но он классно вот здесь вот расстегивается по бокам но я почему решил этот плащ потому что сейчас объясню можно было бы полегче чего-нибудь но я вот себе и дэвиду потеплее джон побежал забыл зарядное от своего телефона в общем куда мы едем ребят у него обследование называется колоскопе по моему кто знает девочки это вот обследовать мужчин будут ему даже маленькую анестезию делать клиника ребят находится в красивом месте и так как нам ждать его где-то около часа я надеюсь что может быть у нас получится прогуляться с дэвидом ну чтобы просто тупо машине вот а место это возле воды соответственно там еще будет прохладнее чем здесь поэтому я решила нас утеплить с дэвидом округе только вот этот плащ сапожки и леггинсы у меня уже леггинсы вот эти они зимы ну как не зимние просто нелегкие вот так что у нас вот такие планы ребят так же он что-то там все идет идет все надо же ехать ребят потому что время дэвид поет дэвид кстати в школу не пошел мы его отпросили ну просто нет смысла мы не успеваем его на автобус дать а потом его обратно джон у нас пошел а мы остались в общем не знаю сказали нам позвонят потому что дэвидом идти нельзя такой большой так давайте я пересяду туда не знаю что подумаем поедем куда с дэвидом пока вот такой хоспитал вот написано surgery вход но surgery это как операционная ну в общем вот так а мы поедем с дэвидом трон должен быть где-то час у него вот так то есть не знаю он сказал что мне напишет или позвонит или сама медсестра позвонит потому что нам с дэвидом заходить нельзя сказали только один человек может мы тут с дэвидом заехали на паркинг но тут написано что стикер нужно иметь поэтому гулять мы особо не пойдем здесь я вот думаю сейчас выйти на пару минуточек все равно холодно сейчас на воду посмотрим вот видите этот паром и все на самом деле холодно ребят скандов колдбани голосе до вора я даже машину глушить не буду видите как здесь классно но я говорю вот то что начинается мороз она уже не очень да когда было тепло было хорошо никого нет вот эти как бы паром один уезжает в своем длинном плаще ребят классно конечно что я его надела потому что реально холодно суждение что вот там происходит что это такое смотрите паром уходит классно смотреть на это да холодно ребят давайте вот еще посмотрим немножечко вот он поехал чайка сидит красота видите уже не так много катеров яхт потому что все разъехались уже а летом здесь народу до тяга но я вам показывала мы здесь были летом здесь как раз такая туристическая ирия такие дела вот машина моя стоит не знаю вот там написано нужно обязательно иметь стикер я поэтому не хочу отходить от машины 6 кто подойдет я тогда скажу что все мы уезжаем ладно ребят решили с дэвидом поехать сейчас нам просто надо время скоротать потому что чё делать-то нечего я так думала будем здесь гулять с ним но на самом деле холодно я даже в своем супер плаще ну конечно можно шапку еще надеть и перчатки я взяла с собой ну холодно слушайте ребят эти как за один за одну неделю так похолодало вот буквально недавно мы ходили вы сами помните в топиках все холодильник но она может быть будет еще теплые денечки но я не думаю ой а чё-то он развернулся там смотрите-ка эти разворачивается обратно что ли странно да развернулся написано что нельзя нам здесь стоять и я вы думаю что поедем-ка мы поедем-ка мы отсюда но время нам нужно скоротать и я вы думаю поехать туда на главную улицу я так спать хочу ребят я чё тут вообще не выспалась и дэвид у меня тоже зевает так я не знаю что за стикер я ни у кого не вижу никакого стикера на самом деле мужик там с удочкой что ли чего-то нас окна торчит так а выезд в другую сторону ой ребят я не туда выехала блин да мужик с удочкой но у него явно никаких стикеров нет слушайте может быть и можно здесь стоять но просто вот я говорю в америке тут лучше не шутить ребят вот если написано что нельзя стоять то как бы нельзя она я вижу автомат здесь все-таки прокатимся я вам покажу порт джейферсон да а я посмотрю что у нас здесь с этой парковкой здесь везде написано банк а где этот банк-то господи где же банк а вот он банк вот видите здесь паркингами нужно быть очень осторожно но видимо можно в эту бейкере пойти да там быстренько купить что-то себе кофе там сидела но как сказать ты не можешь припарковаться получается и она кстати кстати красивая бейкере да сушите надо было пойти где бы нам тут может все-таки найти какой-нибудь паркинг здесь есть вдоль дороги всякие вот эти отметки но не знаю нужно ли там тоже парковаться вот сейчас мы въезжаем ребят на главную улицу здесь кстати классный ресторанчик вот джон сказал может быть мы в этот ресторанчик пойдем такой городишко дома все старые видите интересные так и вот есть у них паркинг который бесплатный но получается что от него нужно идти а у нас сколько девять семнадцать вот сейчас здесь впереди этот паркинг принципе мы как бы можем прогуляться немножечко но но недолго вот ребят здесь пожалуйста паркуйтесь без проблем здесь не автоматов ничего нет в принципе нам ехать до клиники джона четыре минуты ну чё пойдем прогуляемся ребят на самом деле холодно и наверное ребят надену шапку не знаю делать надевать ее не надевать как думаете холодно надену вот такая у меня шапочка с бубеном видите ну ладно самое главное здесь парковка бесплатное время у нас 9 19 сейчас пойдем просто прогуляемся немножечко и обратно ну потому что нам делать больше нечего может я здесь где-нибудь кофе куплю посмотрим да все пойдем покажусь вам в своем плаще видите какой вот он мой заяц пушистый у него вообще шапка другая от этой куртки хорошая курточка смотрите какая тепленькая видите внимание ребят вот на эти дома они очень старые но им как минимум по 150 лет мы продолжаем нашу прогулку у меня уже руки замерзают но у меня есть перчатки пока не буду их надевать сейчас покажу вам ребят элитные апартаменты смотрите вот их достроили буквально недавно очень дорогие здесь летом здорово народа много музыка играет а сейчас конечно вот они уже видите к рождеству украшают то есть вот к рождеству будет красиво и смотрите какие цветут еще вот эти они наверное новые высадили красиво смотрятся до этих хризантемки буду больше по сторонам показывать потому что чё на меня смотреть времени у нас мало хотя бы покажу вам как выглядит вот офис и смотрите вот какой-то офис не знаю что то тут здесь написано plaza и перечислены какие офисы лойеры там могут быть и доктора в общем все кто угодно так вот такая церквушка тоже старая видно что старая и вот опять дома пошли вот старые дома ребят но они очень дорогие потому что находится на main street ну на главной улице вот сейчас я вам покажу вот написано мейн видите вот этот указатель сейчас поближе вам поставлю видите зелененький здесь написано main street но я вам уже говорила что в америке каждая деревушка имеет main street так а впереди у нас кинотеатр вот еще дом старый большой так до украшают уже крисмасу смотрю люди это работают рабочие что у нас тут камеди клап будет мы кстати ходили с джоном на камеди клап надо ему сказать может быть сходим у нас не знаю говорила вам или нет а у джона друг у него девушка его она профессиональный ну как baby sitter но на там как учительница вот она нам предложила гордить хотите там куда-то сходить я могу за дэвидом посмотреть но вот дэвид у нас ни с кем еще не оставался ни разу не знаю ребят может быть попробуем может быть сначала попробуем хотя бы там ресторан сходить там на пару часов какой-то магазинчик смотрите вы уилэдж гросс или короче ну видно что такой старенький он там мясо продается смотрите какой но они специально не меняет его вот чтобы как раз такой был старенький вообще американцы любят сохранять а вот такой вид да ну я думаю что в любой стране чтят вот эту историю чтобы архитектура сохранялась вот здесь вот как раз архитектура старой америки вот как это было давно давно еще когда не было тесла конечно можно припарковаться там и не идти пешком а но там надо платить а я говорю я этих аппаратов боюсь просто не то что мне жалко денег заплатить я просто пока с ними разберусь ой надо вообще конечно приучить себя не бояться вот еще одна церквушка масоник что-то масонское дерево такое смотрите на рябину похоже может быть это и есть рябина какой красивый деревце ну а мы продолжаем идти вот здесь бутик очень дорогая одежда там продается а я там как-то раз была но ничего не купила но скажем так это вот для тех туристов которые сюда приезжают ребят основном вот здесь такой небольшой бутик как старинные посуды что-то такой винтедж решила кофе пока не брать знаете почему во первых я увидела что там данкин донатс я кофе люблю там больше а во вторых я думаю у нас еще время есть я посмотрела сейчас мы все-таки с дэвидом немножечко прогуляемся с кофе мне ходить неудобно и так у меня же руки замерзли смотрите ремонтирует все а здесь вкусное мороженое продается сейчас закрыто ребят вообще еще рано я думаю что они все откроют позже вот интересный хороший ресторанчик кстати здесь все начинается уже вот этой эре где рестораны рестораны отличное место мы кстати новый год здесь отмечали вот помните вы меня спрашивали на стриме отмечаем ли мы новый год да вот в этом месте порт джефферсон мы отмечали новый год сейчас мы как раз дойдем до отеля в котором мы отмечали я кстати бы я не знаю я вам говорила что мы забронировали на манхэттене отель но посмотрим еще не сняли с нас как это сказать за резервацию потому что мы ну еще в таком подвешенном состоянии из-за всего происходящего то есть не знаем еще поедем или не поедем в общем вот так вот смотрите еще вот такой большой ну как он магазин не был дает голдис и здесь и мороженое кофе можно купить смотрите как здесь красиво сразу пахнет и оси давид говорит большое мороженое мама а здесь ребят вот этот такой тоже своеобразный американский стайл значит это как называется steam room seafood то здесь море продукты видите все готовится быстро жарится париться и свежие так вот какой дядечка здесь на есть вот видите можно все тут такое вкусненькое заказать вот как раз то что мама любит но здесь по моему еще закрыта хотя народ уже ходит да так вот большой такой сидебелл не знаю ребят здесь какая-то история я вот так приближу если хотите прочитайте я просто рука уже замерзла и ай но вот такой приятный ресторанчик летом здесь музыка орет люди сидят кушают кстати запах приятный мне кажется он уже открыт да вот смотрите написано с 8 до 11 все открыто уже вот можно даже здесь посидеть смотрите как классинка может я джону скажу давай в этот она он не любит у меня здесь только сифут вот видите как мне сложно конечно красиво они придумали вот здесь вход стеклянный видите весь то есть можно видеть воду и вот он пожалуйста вам паром ребят ну вот мы и подошли ребят к отелю в котором мы отмечали новый год слушайте вот сейчас иду но во первых рано да то что людей нет никого а во вторых вот не могу обычно вот это место где очень много народа ну очень ребят отличный здесь ресторан мы вот сидели видите вот этот ресторан на втором этаже мы как раз сидели в углу и видели как отходил паром было здорово слушайте как красиво да какая прелесть но холодно ребят у меня уже рука честно вам скажу отваливается но перчатку не хочу кстати можно одеть одну перчатку у него хорошая курточка я кстати надела тоже перчатки так ну давайте здесь пройдем такой красивой дорожки делайки 2 вот видите а я тогда припарковалась сначала вот там и здесь ну надо разбираться конечно можно припарковаться но нужно разбираться вот очень красиво вот она этот ресторан сейчас еще раз вам покажу вот мы сидели прямо на на углу и было красиво а вот немножечко то виден видна наша комната была с камином очень красиво кстати недорого нам что-то там новогодняя ночь у нас была вот эта большая комната стоила где-то около 500 долларов по моему ребят может немножечко подороже с этими таксами ну вот вам такое утро мои дорогие заряжайтесь энергией морозное утро у нас сегодня все вам вот такую красоту давайте мои хорошие я знаю что у вас у кого-то тяжелый день напряженный смотрите меня утром давайте мои дорогие мои любимые заряжаемся энергией на целый день носом уже шмыгаю извините потому что ну холодно мне вот больно перед перед лайфхас нас пальмы еще стоят они кстати настоящий ребят вот я себе такую пальму очень хочу хочу чтобы она уже была такая большая до настоящий им пора бы уже куда-нибудь их поставить замерзнут там все закрыто здесь ребят летом музыканты играют видите здесь как бы барная такая эре колбаненько так джон мне только что ребят написал что оказывается будет дольше чем он думал а поэтому как сказать даже отлично потому что у нас будет больше времени погулять вот еще раз вам покажу вот это барная такая ирия здесь останавливается на яхтах на лодках своих катерах и вот это вот все отель отличный отель вот значит что будем делать я говорю дэвид пойдем тогда на плейграунд здесь есть отличный плейграунд для детей кстати вот сейчас в этом отеле проживание дешевле потому что он пустой никого нет я думаю что номер будет стоить ну порядка вот самый такой хороший с видом на этот залив на паром будет стоить давай ты хочет здесь пройти а я смотрела значит ну цена где-то порядка 200 долларов будет за ночь ну для такого уровня отеля в принципе это недорого с видом на воду но дейд на выхав тегуды окей ведь они его особо как не ремонтирует он в таком духе сделан рыбацком что ли красивый называется дэнфорд так что ребят кто живет в нью-йорке и кому интересно съездить на лонг айленд я вам рекомендую этот отель можно даже еще подешевле выбрать но тогда вас окна будут выходить вот как они называют на harbour ну то есть вот на дома на улицу ночью если там будет стоить номер 80 долларов получите удовольствие так что порт джефферсон я вам рекомендую ребят посетить многие приезжают из других штатов сюда ноги на своих яхтах приплывать здесь очень много ресторанчиков особенно ну вот в летнее время здесь красота красотень вот народа очень много машины всякие крутые так ой пахнет так вкусно от этого ресторанчика рыбного я бы конечно в него зашла видите как не хочется чтобы без жена не знаю говорила вам или нет джон целый день не ел ничего вчера он только пил ну какой-то коктейль ему там дали пить потом он мог пить кофе и съел 2 дэвида чупа-чупса и все больше ему нельзя было ничего представьте целый день он ничего не ела сейчас он голодный нам и снова на этой то как такая площадь небольшая здесь тоже видите сцена или что-то устраивает для всякие мероприятия кстати здесь большой паркинг я вот не знаю это паблик паркинг или нет интересно потому что ты сетом припарковаться то было бы неплохо не нужно так далеко идти ну да ладно так куда и свои бани а нет не бесплатный вижу стоят эти аппараты вот автобус ребят смотрите какой я вас ну пустой никого нет в автобусе потому что у всех машины в основном и пойдем данкин донатс войдет купим кофе потому что я замерзла и рука у меня тоже замерзла и потом пойдем на плейграунд с дэвидом смотрите какие тут сумочки разные так что у нас тут еще интересного вот здесь всегда очень много народа там можно купить замороженный йогурт различные магазинчики и кафешки тоже все закрыто с этой стороны покажу вам как выглядят вот эти ресторанчики видите люди уже готовятся на самом деле ребят не могу вам конечно же передать запах но запах вот что что-то готовят жарят знаете вот как от столовки когда жарят какие-то пончики беляши вот вот такой запах сейчас я вам хочу передать вот ну морозное утро да и вот запах вот этих жареных беляшей такие дела так а плейграунд у нас там сейчас зайдем купим кофе значит там у нас starbucks помните я что не хочу из starbucks а кофе возьмем данкин донатс и заодно посмотрим как здесь не уже рука вот которая держит телефон ребят хоть я и надела перчаточку но все равно холодно так вот он данкин донат дейт летском такой маленький о никого там нет давайте мы зайдем вон сам маффин Обычно никого здесь нет и есть Реструм. Видите? Уберите меня всё. Пойдёте, Бай. Пойдёте посидеть. Вот этот. Хорошо, спасибо. О, красиво! Так, возьмём салфеточек. Смотрите, какой у меня медвежонок. Холодно, ребят. Кажется, что нет. А холодно. Представляете? Вот так. Быстро похолодало. Ой, ну что? Вот мы с Дэвидом вдвоём. Мамочка и сынулька. Смотрите, какой. Just be careful. Покажу вам поближе шоколадный донат. А у меня капучино. Смотрите. Вот такой капучино. Я с Дэвидом поделюсь. Он у меня любит. Он просто не любит, когда горячая капучино. И вот, пожалуйста, можно посмотреть на Минн-стрит. Вот. О, кто-то заходит тоже. Он сказал, что подольше там будет. Поэтому время у нас есть. Плащ, ребят, отличный. Я умница и красавица, что купила его. Видите, я теперь хоть на Северный поле смогу. Вот так. И что, попробуем мой кофе. Что они тут такую же ДК-шечку воткнули. Ну что, чин-чин? Кто у нас кофе пьет по утрам? It's hard to get a little bit money. You have to wait. Кстати, хороший кофе. Я не знаю, почему. Раньше я любила кофе с старбакса, капучино. Сейчас только Данкин Донатс. Ну, вообще меня Джон приучил. Я не знаю, почему. Вот. Народ подходит, теперь и подходит. Вообще есть такая закономерность. Вот куда я не приду в пустое место, сразу народ появляется. Вот так. Зайка моя уже чумазый. Чумазый уже. У меня водичка в машине. They don't touch you. If you have napkins. Use napkins. Use napkins. Зашли, ребят, здесь в туалет. Выдают ключик. Ну, потому что туристическая зона, чтобы, знаете, не ходили просто так в туалет. Беру свой кофе и пошли. Let's go. Ну, все. Bye. Okay. Thank you, David. Видите, какой у меня помощник. Слышим. Так. Так.